Здравствуйте! Приступим к изучению новой темы. Обратите внимание на экран на тему урока расчет скорости и средней скорости движения. Сегодня на уроке вы вычислите скорость и определите среднюю скорость движения тел. С прошлого урока вспомним, что мы называем равномерным прямолинейным движением. Равномерным прямолинейным движением называется движение, при котором тело за равные промежутки времени проходит равные пути. А также неравномерное движение. При данном виде движения тело за равные промежутки времени проходит разные пути. Какой из видов транспорта вы выберете, чтобы добраться из Нур-Султана в Алматы? Вы знаете, что скорость автомобиля меньше, чем у вертолета, а скорость вертолета меньше, чем скорость самолета. При выборе вида движения транспорта вы оцениваете быстроту движения каждого из них. С прошлого урока мы знаем, что при равномерном прямолинейном движении тело проходит за равные промежутки времени равные пути. Если за интервал времени взять единицу, то скорость будет равна пройденному пути. В общем случае, если мы рассматриваем промежуток времени для нахождения скорости, то нам необходимо весь пройденный путь телом разделить на время, затраченное для прохождения данного пути. Мы получаем формулу скорости. Пройденный путь делим на время, затраченное на прохождение этого пути. В международной системе единиц, единица измерения скорости, является метр в секунду. Скорость является векторной величиной. Она характеризуется числовым значением и направлением. Мы знаем, что путь и время являются скалярными величинами, то есть данные величины характеризуются лишь числовым значением, а скорость является векторной величиной. С прошлого урока мы знаем, что числовое значение векторной величины мы называем модулем вектора. Обозначается без знака вектора, то есть без стрелки. Скорость путника 5 километров в час. Скорость автомобиля 80 километров в час. Скорость движения самолета 1000 километров в час. Мы видим, что для различных тел различная скорость, а также у скорости могут быть различные единицы измерения. Но мы с вами знаем, что в международной системе единиц единицей измерения скорости является метр в секунду. Например, мотоциклист за 30 секунд проехал 600 метров. Выходит, каждую секунду он проезжал 20 метров. Как мы с вами определили скорость движения мотоциклиста? Мы с вами разделили пройденный путь мотоциклистом на то время, за которое он проехал данный путь. Следует отметить, что этот способ работает, когда речь идет о равномерном движении. При равномерном движении мы определяем скорость по формуле. С разделим на Т. Итак, скорость – это векторная физическая величина, характеризующая быстроту движения тел. Приступим к изучению такого понятия, как средняя скорость. Например, вам необходимо добраться из Павлодара в Нур-Султан. Приблизительно расстояние составляет 440 километров. В конечном счете вы знаете, что доберетесь из Павлодара в город Нур-Султан за 5 часов. Во время вашего движения вы могли сталкиваться с такими препятствиями, как посты ГАИ, а также вы где-то могли останавливаться. Но в конечном счете вы знаете, что эти 440 километров вы проехали за 5 часов. То есть есть такая физическая величина, которая в целом скрывает все подробности движения. Данная величина называется средней скоростью. Величина, которая описывает быстроту движения в целом, называется средней скоростью неравномерного движения. Среднюю скорость мы находим по формуле. Весь пройденный телом путь делим на время, затраченное для прохождения всего данного пути. Обратите внимание, если тело двигалось половину всего времени со скоростью v1, а следующую половину со скоростью v2, то тогда мы определяем среднюю скорость как среднеарифметическое скоростей. А если же тело двигалось половину всего пути со скоростью v1, а вторую половину со скоростью v2, то тогда значение средней скорости нельзя находить как среднее арифметическое. Все пройденные на данном уроке формулы необходимо выписать и выучить. Они нам пригодятся при дальнейшем решении задач. А теперь приступим к практической части нашего урока и выполним ряд упражнений, необходимых для проверки понимания и дальнейшего закрепления пройденной темы. Приступим. Автомобиль проехал 100 метров за 25 секунд, а следующие 300 метров за 1 минуту. Определите среднюю скорость движения автомобиля. Записываем вкратце дано, переводим в международную систему единиц. Мы знаем, что в 1 минуте 60 секунд. Сделаем чертеж. Перед нами представлены 2 отрезка пути. 100 метров он проехал за 25 секунд. Следующие 300 метров автомобиль проезжает за 1 минуту. Записываем формулу для нахождения средней скорости. Весь пройденный телом путь делим на все время. Так как у нас с вами 2 участка пути, мы определяем среднюю скорость. 100 метров плюс 300 метров делим на 25 секунд плюс 60 секунд. Итого получаем 4,7 метров в секунду. Приступим к решению второй задачи. Автомобиль проехал первую половину пути со скоростью 10 метров в секунду. А вторую половину пути со скоростью 20 метров в секунду. Определите среднюю скорость автомобиля на всем пути. Записываем вкратце дано. Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 10 метров в секунду. Вторую половину пути он проехал со скоростью 20 метров в секунду. Необходимо определить среднюю скорость на всём участке пути. Записываем формулу для нахождения средней скорости. Мы с вами знаем, что весь пройденный путь состоит из двух его половин. Первая половина и вторая половина. Нам нужно найти среднюю скорость на всём участке пути. Следовательно, первая половина – это s пополам, то есть первая половина от всего пути. Оставшая же часть – s пополам. Две половинки. Записываем формулу для средней скорости. s пополам плюс s пополам делим на t1 плюс t2. Мы знаем, что s равно vt. Отсюда выразим время. s на v. Так как у нас даны два отрезка одинаковых, мы записываем. Для первой половинки t1 – это 1 вторая s на v1. Для второй же половинки – 1 вторая s на v2. Итого подставляем наше выражение в формулу для расчёта средней скорости. Получаем пройденный путь делим на 1 вторая s v1 плюс 1 вторая s на v2. Пользуясь знаниями математики, преобразуем знаменатель. Приводим к общему знаменателю. Получаем 2v1 умноженное на v2. Получаем s. За скобки выносим s. В скобках остаются v2 плюс v1 деленное на 2v1 умноженное на v2. Сокращаем s, получаем единица деленное на v2 плюс v1 деленное на 2v1 умноженное на v2. Переворачиваем дробь. Окончательно получаем формулу для расчёта средней скорости. Получаем 2v1 умноженное на v2 делим на v2 плюс v1. Подставляем формулу числовые значения. Получаем среднюю скорость движения автомобиля 13,3 метров в секунду. Запишем ответ. Подведём итоги. Сегодня вы познакомились с такой векторной физической величиной, как скорость. Выяснили, как находить скорость при равномерном прямолинейном движении. А также находить среднюю скорость при неравномерном движении. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова